Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире программа «Точка зрения». В 1917 году российское государство, которое создавалось столетиями, рухнуло. Пал царизм, а пришедшее ему на смену временное правительство, оказалось неспособно удержать страну от дальнейшего распада. Могучий народный порыв привел к победе польшевиков. Великая Октябрьская социалистическая революция. И очень быстро страна возродилась в виде великого и могучего Советского Союза. Такова была сила великих идей. О них мы сегодня и поговорим. Гости нашей программы. Новико Дмитрий Георгиевич, заместитель председателя ЦК КПРФ, первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы по международным делам. Дмитрий Георгиевич, добрый день. Добрый день. Абухов Сергей Павлович, заместитель председателя Комитета Государственной Думы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений, Фракция КПРФ. Доктор политических наук. Сергей Павлович, добрый день. Добрый день. Горский Владимир Викторович, кандидат исторических наук, доцент кафедры истории России и ПМПГУ. Владимир Викторович, добрый день. Добрый день. И Карасёв Валентинович, доктор философских наук. Валентинович, добрый день. Итак, Дмитрий Георгиевич, сначала такой, я бы сказал, даже с печальной темы. В 1996 году, 7 ноября, переименовали сначала в День примирения и согласия, подразумевалось, наверное, что красные с белыми должны помириться. А в 2005 году отказались и от этого праздника и стали праздновать 4 ноября День народного единства в честь изгнания из Москвы поляков в 1612 году. Но вот тут фонд «Общественное мнение» провел опрос. 73% респондентов затруднились ответить, к какому историческому событию вообще приурочена эта дата. А Великую Октябрьскую революцию, ну, без преувеличения, в мире знали все. Вот в чем разница? Ну, во-первых, давайте все-таки понимать, что не одни мы с вами такие умные. Не только мы смотрим результаты социологических исследований, и наши оппоненты, провластные в том числе, их тоже смотрят, и они работу над ошибками делают. Если вы внимательно следили за контекстом того, как в этом году ушло празднование дня 4 ноября, то теме, так сказать, просвещения, теме польской интервенции было уделено, как никогда, в сравнении с прошлыми годами, большое внимание. В принципе, конечно, избавление от любой интервенции – это дата, которую стоит отмечать, и стоит ее помнить. Но только казус состоит в том, что если календарю твердо следовать, то главные события, связанные с освобождением от польской интервенции, приведутся на 7 ноября. Во-вторых, значит, конечно, в праздновании или в идее народного единства тоже ничего плохого нет. Но только мы находимся сегодня в обществе, у которого нет никаких предпосылок для обеспечения народного единства. Мы празднуем то, чего нельзя достичь при существующей общественно-политической, социально-экономической системе. Ибо социально-классовый раскол чрезвычайно велик, классовый раскол, социальный раскол влечет за собой политический раскол. И в этом отношении Великая Октябрьская социалистическая революция, которая преодолела существование в стране антагонистических классов, не антагонистические, конечно, существовали, развивались были, рабочие, крестьяне – это разные классы, но они не противостоят друг другу, это не враждебные друг другу классы, эти и другие трудящиеся. Поэтому Великая Октябрьская социалистическая революция была прологом к тому, чтобы национальное единство, народное единство в нашей стране обеспечить на практике. Мы знаем исторические доказательства того, что это единство было обеспечено, мы знаем, как развивались события Великой Отечественной войны, и мы знали вплоть до того, кто сражался на фронте, включая детей, членов политбюро, начиная с генерального секретаря Центрального комитета партии. И в этом отношении все действительно были равны, в равных условиях, в равной степени выполняли свой патриотический долг перед своей социалистической родиной. Сегодня ситуация выглядит иначе, и это большая проблема. Это мешает нам, в том числе, решать задачи, связанные с достижением целей специальной военной операции. Мешает просто уверенно многим людям, миллионам людей, смотреть в будущее, поскольку они пребывают в жестокой бедности сегодня. И мешает по-настоящему обеспечить национальную безопасность в будущем. Потому что внешние угрозы, на внешние угрозы отвечать способны эффективно только от общества, которые действительно могут обеспечить внутреннее единство. Базовых предпосылок для этого сегодня, к сожалению, нет. Поскольку от достижения Великой Октябрьской социалистической революции в конце 90-х годов власти нашей страны отказались. Вот, Леонид Иванович, относительно миллионов людей, как-то не очень получается примирить красных и белых, наверное, в России. Вот, опять же, фонд «Общественное мнение» провел опрос. Это в 2017 году. На стороне красных предпочли бы воевать 32% опрошенных, на стороне белых 4%. А в прошлом году они провели опрос, на стороне красных уже 49%. Причем стремительно растет доля симпатизантов среди именно молодежи. Ну и вот, с кем народное большинство должно мириться? Может быть, как-то, наоборот, ему следовало бы пойти навстречу? Знаете, какая интересная статистика вот эта. Она ведь на самом деле подтверждает то, что я, в общем, говорил всегда, но это не очень поддерживается нашими официальными историками. Но вот 4% это на стороне, грубо говоря, белых, 49% на стороне красных. А ведь так же и победили мы в гражданской войне. Ведь не мы выиграли. Мы же, коммунисты, должны отдавать отчет, что повсеместного распространения коммунистической идеологии быть, в принципе, не могло. А что сделали? Белые воевали так, что народ выбрал сам народное единство. И вот эти 49%. Действительно, почти статистика тех лет, потому что, если включить зеленое движение, то как раз получается разделенное на три части населения. И основная масса населения выбрала именно путь, которым пошли большевики. Это раз. И второе, народное единство. Народное единство могло быть при Иване Третьем. Потому что система правления Ивана Третьего в московском государстве была такова, когда великий князь являлся собственником и хозяином всей земли. И когда вся остальная земля была едина и по отношению к князю, и по отношению к окружающей реальности, в том числе чужим государствам. В нынешних условиях, простите, когда сегодня я слушаю выступление Ковальчука, и Ковальчук говорит, что население России, ну это как? Это те, кто не попал в трамвай. Трамвай едет, они за ним бегут. Они хотят сесть, а их не пускают. То есть, грубо говоря, вот вам то, что сегодня... Это мы с вами бежим за трамвай. Да, это мы с вами. Народ бежит, а десяток, кучка людей села в трамвай, и она едет спокойно. И вот мы с ними должны помириться. И мы... Не будет этого никогда. И я бы на месте власти о чем задумался? Вот о том, кто победил, именно народ победил в гражданской войне. И, простите, обвинять там коммунистов, красных, еще... Ребята, народ выберет ту власть, которая ему будет ближе. Но мы с вами уже видим, куда наклоняется вектор общественного мнения. И наша задача, что? Поддержать этот вектор, как умел это делать Владимир Ильич Ленин. Сергей Павлович, ну, к Октябрьской революции, к Октябрьской революции, Российская империя уже была разрушена разного рода деятелями. И большевики собрали ее обратно и провозгласили через некоторое время действительно великий и могучий Советский Союз. Большевики собрали страну, но не империю, конечно. В том смысле слова. Конечно, страну. Да. А вот что это была за идея, которая сначала смогла сплотить наше государство, а потом, в общем-то, стала глобальной? Вокруг Советского Союза в той или иной степени сплачивались люди во всех странах без исключения. К сожалению, мы как-то все забываем постоянно подчеркивать, что Советский Союз действительно был носителем альтернативности в этом мире. И та идея, это ключевая идея социальной справедливости, которая объединяла. А, собственно, социальная справедливость, стремление к социальной справедливости – это ключевая черта русского национального характера. Идея дружбы народов, она тоже ведь родилась не сама по себе. Идея дружбы народов родилась тоже из русской национальной константы. Это терпимость и приемлемость инаковости. Если только эта инаковость не представляет собой зло. То есть именно благодаря этому русские выживали на всех просторах, на огромных просторах нашей страны. И, конечно, следующая скрепа, которая позволила объединить, это природная тяга к общинности. Кто-то говорит там соборности, я назову это коллективизмом. Это тоже качество, которое национальная константа, которая помогала вызывать русским все тысячелетия своего существования, как этноса. Поэтому здесь, когда мы говорим о Великой Октябрьской социалистической революции, мы имеем два измерения. Не зря у того же посетителя философского парохода Бердеева истоки и смысла русского коммунизма. Он правильно понимал, что советская власть, социализм, это не чуждые абсолютно нашему национальному характеру. Они вытекали из национального характера. А потом стали, если брать Достоевского, общемировой характер, общеевропейскость русской души, оно стало и захватило другие страны. Потому что это был тот пример той альтернативной реальности. Человек человеку друг, товарищ и брат. Написано было в программе КПСС. Вот, сравнивая человек человеку волк, что несет в себе частно капиталистическое производство и та инаковость, которая насаждается западной глобальной цивилизацией, оно не приемлемо в русской душе. Кстати, это одно из объяснений той сверхсмертности русского народа, которая после 1991 года. Потому что насаждаемые новые основы бытия под проект вхождения в глобальный Запад, который, придавшая часть номенклатуры и представителей спецслужб, они, по сути дела, насиловали и национальный характер, и менталитет русского народа, и душу русского. Поэтому и откликался народ тотальным вымиранием. И пока не будет смены социально-экономического курса, говорить о решении демографической проблемы, кстати, уж так забегая вперед, мне кажется, это просто бессмысленно. Владимир Викторович, ну вот тогда, перед революцией, также была сделана у наших противников ставка на сепаратизм, и тоже ведь тогда действительно страна была развалена по национальным квартирам, но удалось ее собрать. А в 1991 году снова была сделана ставка на сепаратизм, и уже, к сожалению, гораздо более успешно. И сейчас, видите, удалось нас поссорить с Украиной, отчасти с Грузией, отчасти с Арменией, с Прибалтикой, с нашими же территориями. Даже в Средней Азии то есть подобного рода тенденции. А почему тогда у большевиков получилось собрать страну обратно, а сейчас, ну, мы видим усилия, но, к сожалению, они пока далеко не увенчались успехом? Ну, скажем так, тенденции притяжения и отталкивания, они существовали и внутри Российской империи в свое время, и их стабилизировала сильная центральная власть. В России не было конституции, в Российской империи, в России никакие территории не имели никаких прав, ни на какой выход. И, тем не менее, когда центральная власть ослабла, это произошло, само собой, без всяких бумажек. После победы революции большевики опирались вот на то, о чем уже было сказано, на интересы самых широких масс населения. Именно они, в конечном итоге, сплачиваясь в достижении своих интересов, вокруг лозунгов, которые отражали их интересы, приходили в большинстве своем к советским руководителям, ища в них, так сказать, вот те, кто приведет их к тому, чего они хотят. Вот. Да, это как у Есенина в «Песне о великом походе», ну, так, не говоря о его поэзии, да, но есть в нем что-то. Да, вот что он, как современник, все-таки схватывал душой поэта. Да, он говорил о Ленине, феномен вождя. «И мы пошли под виск метели, куда глаза его глядели». Наверное, лучше выразить сам феномен вождя, да, вот такого, за которым идет народ, довольно трудно. В метели ничего не видно, да, люди как слепые. Вот они идут за тем, кто показывает им дорогу, кто их уже куда-то ведет, а они чувствуют, что он их ведет туда, куда им надо. Вот, поскольку, понятно, что и во всех национальных территориях далеко не все приняли советскую власть. И там были силы, которые теряли от победы революции, теряли от реализации интересов своих соплеменников. И они выступали против, вспомнил, тоже басмайческое движение, например. В Петлюрой кампании, я Булгакова вспомнил. Да, вот, да. Поэтому в конечном итоге тогда оперлись вот именно на отчаяние широких масс населения, и это привело к тому, что, ну и плюс еще на традиции взаимодействия этих территорий, которые возникли за время их совместного существования, экономических, культурных и всех остальных. Поэтому в конечном итоге получили феномен сборки. Хотя и тоже не беспроблемно. Мы помним, как в 22-м году проходили все эти дискуссии, приходилось идти на какие-то определенные компромиссы. Вот, но это тема отдельного разговора. Ну, в конечном итоге у нас получилось то, что надо. А потом, в 91-м году, опирались как раз на интересы противоположных сил. На интересы тех, кто был заинтересован в распаде для того, чтобы получить с этого дивиденда. Присвоить себе богатства, созданные трудом предшествующих поколений в советское время, поделить их и удерживать. И реализовывать, так сказать, в каких-то внешних взаимодействиях. И сейчас эти силы, они по-прежнему у власти там. Они имеют взаимодействие с аналогичными какими-то силами у нас. Поэтому всех устраивает именно такое положение вещей. Дмитрий Кириллович, пожив 32 года при капитализме, особенно остро понимаешь, какая была великая сила и мощь идей, создавших Советский Союз. На основе каких идей он существовал. И вот сейчас мы находимся снова в очень сложной исторической ситуации. Ведем войну на выживание фактически. Но почему-то эти идеи, хотя бы в части какой-то, не заимствуются. И такое впечатление, что вы об этом думаете, такое впечатление, что власти прекрасно понимают силу и мощь этих идей. И как раз поэтому и не хотят с ними иметь дело. Боятся их, попросту говоря. Ну, во-первых, про величие идеи. Действительно, это же надо до конца осознать. Осознать результаты мартовского 1991 года референдума о сохранении Союза СССР. Вы представьте, даже если не будем считать 85-й год, 86-й, 87-й, 88-й, 89-й, 90-й. Пять лет массовой промывки мозгов, которая велась командой Горбачева-Яковлева, а в их руках был весь пропагандистский аппарат, и весь антисоветизм, антикоммунизм ушел, в том числе, прежде всего, через печатные органы, издававшиеся Центральным комитетом КПСС. Вот, несмотря на весь этот ужас, люди продолжали считать советскую власть родной. И Советский Союз своей родиной, отчизной, отечеством, за которой нужно постоять. Как могли, так и стояли. Дали возможность высказаться на референдуме. Люди пришли и высказались. Повторяю, после нескольких лет оголтелой антикоммунистической, антисоветской пропаганды. Это тоже очень важный факт, для того, чтобы ваш тезис о величии идей, которыми были обеспечены советские победы, чтобы этот тезис подтвердить и подкрепить. Почему сейчас не хотят брать на вооружение эти идеи? Конечно, не хотят. Во-первых, даже когда это начинает обсуждаться на разных телевизионных площадках, и те, кто выступают с уропатриотических позиций, когда речь заходит о красных флагах, о серпах и молотах, на передовой, у ребят, на ошибке и так далее, вдруг возникает такая фраза. Ну ничего, это фантомные боли, это пройдет. Повторяю, это говорят те же, кто секундой раньше вещали громкие патриотические лозунги. То есть для них патриотизм это хорошо, но советский патриотизм неприемлем. Почему? А потому что они будут считать себя потерпевшими поражением. Если они возьмут на свои знамена, поднимут эти лозунги. Они не готовы сами эти знамена поднимать. Это не их знамена. Поднять чужие знамена значит проиграть, потерпеть поражение. Никто не хочет себя чувствовать потерпевшим поражением. И это означает, что на стороне идейных, политических, социальных, любых культурных, духовных, любых других баррикад эти люди по ту сторону. Они хотят иметь хорошую, может быть, они не искренние патриоты, некоторые из них не спекулянты, и не просто перекрасились под патриотов. Может быть, из них есть, в их числе действительно есть те, кто хотели бы видеть красивую, сильную капиталистическую Россию. Но не получится только сильной по-настоящему, успешной по-настоящему. А Россия для всех, для всего населения. Где каждый будет чувствовать родиной эту страну. Не просто по паспорту, а не просто по истории своей семьи. А вот от души, что это моя родина, за которой я действительно готов умирать. Потому что когда уже у твоей страны была советская традиция, все всегда будет к этому возвращаться. Вот весь любой патриотизм на этом будет проверяться. Ты, если действительно патриот, ты не можешь не признавать период, когда у твоей родины были самые большие, самые выдающиеся заслуги. Эти заслуги прямо связаны с именами Ленина и Сталина. Если ты ищешь способ это отрицать, замолчать, переначать, или сказать, ну да, много было хорошего, но вот опять гулаг, и опять вот это мифотворчество, это все одно и то же жульничество. Они являются детьми не 1917 года, они являются детьми 1991 года. И эта их родовая связь не может никуда исчезнуть. Сергей Павлович, ну вот посмотрите, в 1917 году, в феврале, к власти пришли вот эти самые февралисты, либералы. Они были от власти отстранены. В 1991 году снова пришли очень похожие на них люди, и вот худо-бедно тоже их как-то выдавили. По крайней мере, наиболее оголтелых, и по крайней мере, вот эта риторика такая, либеральная, она практически нигде не звучит. Хоть понятно, они затаились. Вы видите в этом какую-то определенную закономерность? Вот эта идея, эта идеология либеральная, а-ля февраль 1917 года, она народам не принимается. Вы знаете, вы правы. Я тоже считаю, что сейчас вот по необъяснимому историческому, как говорится, зимкзагу, у нас у власти февралисты. Они не рады, может быть, что-нибудь там монархическое нам изобретать, но не могут, хотя февралисты были монархистами, но разными были, только конституционными. Кстати, возвращаясь к десяти великим социальным завоеваниям Советского Союза, вот, собственно говоря, идея социальной справедливости в них и выражалась. Восьмичасовой рабочий день, бесплатное здравоохранение, бесплатное образование, достойное пенсионное обеспечение, гарантированные трудовые места, ну и так далее. Февралисты, да, не могут до конца отказаться от идей вот этой справедливости, и которые Великий Октябрь, ну, скажем так, на весь мир распространил, потому что и западные общества вынуждены были под эти социальные завоевания советской власти подстраиваться. Но после 91-го года все отмечают великий откат, в том числе и на Западе, от вот этих вот ключевых социальных достижений, в том числе советской власти. Поэтому, да, февралисты вынуждены работать на той реальности, но у них же ведь ключевая, классовая, мы должны не забывать это вещи, и их патриотизма, их политики. Есть сформировавшийся олигархический класс крупнокапиталистический, так называемый 100 тысяч семей, да, есть такой оборот в социологии, которые главные бенефициары нынешнего режима. Так вот, ключевое выживание режима, вот даже проведены математические расчеты. Превышение экспорта над импортом, нужно иметь аренду импортную 100 миллиардов долларов для перераспределения в рамках вот этого вот большинства. Если только это не осуществляется, режим трещит. Вот эти вот 100 миллиардов долларов прожирается сверхпотребление вот этой нашей политической элиты, а все остальное, что там, ну так уж там, живи народ, как можешь, на оставшиеся крохи, там, для поддержания штанов. Вообще, даже удивительное дело, я, просто еще одна любопытная цифра, стабильность того, что отдается на среднепрожиточные минимумы российского гражданина, оно колеблется от рыночной цены 10 баррелей нефти. Вот если посмотреть вот всю статистику после 91-го года, то все социальные достижения нынешних февралистов, да, вот на народ 10 баррелей в нефти, вот и чувствует себя в валютном выражении. Сейчас, благодаря научно-техническому прогрессу, люди живут плохо, но как так себя до революции просто откровенно голодали. Достаточно почитать даже русскую великую литературу. Валентин Иванович, я что-то вспомнил про трамвай, вот то, что вы рассказывали. Это же натуральный социал-дравинизм. И вот большевики как раз тогда они выразили вековые чаяния народа. И вспомните, как отчаянно народ защищал советскую власть. И действительно, Советская Республика была в конце фронтов. Белые интервенты, кого только здесь не было, но тем не менее от всех от них отбились. И вот, казалось бы, такие простые лозунги. Мир народам, фабрике рабочим, землю крестьянам. Но почему никто, кроме большевиков, не мог эти лозунги так четко, ясно, связанно сформулировать? Знаете, есть еще одна интересная деталь, когда мы говорим об всех исторических временах. И в том числе о формировании того, что мы можем назвать общественным сознанием. Вот для меня не столько важно, как защищали, народ защищал свои вот эти вещи, да? Я вам говорил, что это не совсем точно. Но вот есть другая штука, что эти вещи-то оказывались изначально главными, глобальными для мира. Нам 14 государств, антанты пришли. А почему ушли? Не только потому, что мы их разгромили. Вспомните Одессу. Ушли потому, что нас поддерживала вся Европа революционная, вся трудовая Европа. Глубинный народ. Да, да. Они потеряли контроль над армией. Вспомните дальше. Приезд Уэлса. Приезд Барбюс. Приезд многих других писателей, которые что о нас говорили? Они говорили, в этой стране хочется жить. Они говорили, Ленин, кремлевский мечтатель, потому что он великие мечты всему миру дает. И даже в Германии фашистской была красная капелла. А теперь давайте вернемся в сегодняшний день, чтобы понять, с кем у нас должно быть единство. Мы не должны ни одной из 15-14 бывших стран. Но мы пока не станем той страной, в которой по-настоящему захотят жить и которая станет идеалом для окружения, мы никогда не везем позиции, которые ввел Владимир Ильич Ленин. Почему? Владимир Ильич Ленин создал партию профессиональных революционеров. Людей, которые жили для других людей. Владимир Викторович, ну вот вспомнили уже тему, Сергей Павлович вспомнил тему философского парохода. Действительно, Николай Бердяев, он не был сторонником Советского Союза, но написал ту замечательную книгу «Истоки смысла русского коммунизма», где показывал, что русский коммунизм, он органично вытекал из всей русской истории. Дальше уже Александр Зиновьев, так сказать, честный диссидент, который потом перешел просто на нашу сторону, великий наш философ, тоже об этом же писал и говорил, что советский период был вершиной русской цивилизации. А насколько вы с этими оценками согласны? Насколько, вот с одной стороны, это универсальная идея, а с другой стороны, насколько она легла на нашу почву? Ну, когда мы говорим, скажем, о философском пароходе, там были разные люди. Были и Бердяев, был и Ильин, вспомним того же Ильина, о нем уже говорили. И у них были в чем-то разные, а в чем-то и схожие взгляды. Ильин просто категорически отрицал советскую власть как что-то органичное, с точки зрения этой некой аномалии, которую надо устранить любыми путями. И даже иногда утверждал, что фашизм – это здоровая закономерная реакция на большевизм. Вот поэтому я про Бердяева вас и спрашиваю. Таити говорил даже о том, что, как бы, так это сейчас не часто говорят, да, в статье 1933 года, что вот тот новый дух, который национал-социалистическая партия Германии привнесла, собственно, в саму бывшую Веймарскую Германию, это и дух белого движения тоже. Ну, я думаю, не все бы в белом движении под этим подписались, но то, что там такое течение присутствовало, ну, в общем, это тоже верно. Бердяев, он был последовательным противником советской власти, хотя бы с позиции того, что с его точки зрения эта власть атеистическая, и в этом отношении она разрушительна. Он вообще считал, что русские большевики, они соединились марксизм, как он его описывает там в этой книге, со Стенькой Разиным. И вот, собственно, преемственность русских традиций – это как раз Стенька Разин в большевизме, да. Вот марксизм – это что-то для России не очень такое органичное, он это пытается показать. Но, значит, вот меньшевики, они в большей степени в этом плане марксисты такие вот последовательные западные. Плеханов тоже, который был близок к меньшевикам. А вот большевики, взяв Стеньку Разина, да, в общем, как бы ускорили, с одной стороны, революционный процесс для себя, вопреки марксизму, а с другой стороны, чем-то купили русский народ. Вот я же вспоминал картину «Кустодио большевик», она прям вот то, что вы говорите. Да, поэтому он считал, что вообще-то будущее не за социализмом в советском смысле этого слова, а за неким персонализмом, значит, который будет соединять что-то лучшее, но не от большевистского социализма с христианскими ценностями, которые культивирует церковь. Вот, а что касается Зиновьева, то он логик, в общем-то, да, философ-логик. Но, правда, я бы сказал, может быть, логик, но не совсем диалектик. То есть, вот с диалектикой у него, так вот, на мой взгляд, не всегда срастается, но интуиция, вот эта логическая, она у него была. И он в конечном итоге пришел к выводу, что да, будущее мира, оно, безусловно, за социализм. Не за таким, который был в Советском Союзе, это лишь, как говорится, с его точки зрения, первый социализм. Вот, у него также есть интересная мысль, которую он высказывал еще в начале 90-х годов, что поражение Советского Союза, это не есть поражение социализма. Это то, что потом будут постоянно, и до сих пор это часто об этом говорят, что, ну вот, социализм себя показал, но, посмотрите, нам туда больше не надо. Да, вот он тогда сказал, что поражение Советского Союза, это поражение конкретного социализма, вот тот, который был, с тяжелым бою, в котором он противостоял всему миру. Да, бывает, как говорится, да, но история еще не кончилась. Вот, и она еще к этому вернется, ей придется к этому вернуться, потому что Запад, в общем, как бы свой прогрессивный потенциал фактически исчерпал, как он считал уже тогда, вот на рубеже 80-90-х годов. И дальнейшее движение, оно будет в каком-то том направлении, которое было обозначено Советским Союзом. Это надо просто понять, да, извлечь уроки, и потом придется все равно строить социализм, если человечество захочет выжить. Дмитрий Георгиевич, вот есть силы, которые сейчас ведут борьбу за русский мир, и мы это приветствуем, но под имперскими знаменами. И постоянно подчеркивают, что Россия это империя, и апеллируют дореволюционной русской империи. Но не кажется ли вам, что вот эти силы, они как-то сужают нашу борьбу? Ведь мы вели нашу борьбу под красным знаменем, и именно поэтому она так была воспринята и в Европе, и в мире, и именно поэтому мы победили, потому что идея была универсальная. И сейчас мы видим на Донбассе, как органично смотрятся там красные флаги. Они сразу всем понятны, понятно, что мы хотим сказать, и что это глобальная объединительная идея. Когда ты поднимаешь любой другой флаг, может там заслуженный, может быть не очень, любой, кроме красного, Твои действия в линии фронта, в линии вооруженного конфликта на той территории, которая входила в ЕС, может восприниматься как попытка одной нации, национальности, завоевать другую. Если мы какой-то чисто русский флаг поднимаем, и идем бороться с бандеровцами, все скажут, что это русские борются с украинцами. В этом отношении красный флаг, он действительно является неким символом единения и символом того, что русские не собираются сделать украинцев рабами, колонией или чем-то еще. Русские идут с некой освободительной миссией, русские в широком смысле слова, все, кто живут на территории Российской Федерации, с освободительной миссией, которая призвана от натовского гнета братьев украинцев освободить. Это очень важный шаг. Кто-то именно так, может быть, думает, кто-то чувствует на уровне эмоций, но именно поэтому красный стяг оказался воспринят. По поводу термина «империя» я вообще не готов сейчас рассуждать, это слишком большой разговор. Если вы послушаете сегодня самое популярное ток-шоу политически на федеральных каналах, вы услышите, что кто что под империей только не понимает. Прежде чем о чем-то дискутировать, надо договориться о понятиях, что ты понимаешь под империей. Когда стоят три человека и для каждого империи это что-то разное, так вообще очень тяжело вести разговор, тяжело вести дискуссию. Ну и, конечно, вот вспоминали сейчас разные споры, которые были между большевиками и меньшевиками. Я-то лично считаю, что не Плеханова Ленин оказался настоящим марксистом, потому что он лучше всего душу марксизма, диалектику понял. И он понимал, что то, что вчера было хорошо и актуально, в новых условиях может и должно быть пересмотрено. И когда Маркс выступал с идеей единой общеевропейской революции, у него были для этого основания. Он видел, как одна революция была задушена другой, соседними государствами, через интервенции, как была задушена парижская коммуна. Поэтому он не видел перспективы для поведа социалистической революции там, в Европе, в одной отдельно взятой стране. Но Ленин-то показал особость России. Он же говорил не просто о любом слабом звене в цепи империалистических государств. Он этот термин использовал по отношению к России. И масштабы России, масштабы ее мирового влияния действительно позволили вот эти полтора десятка иностранных интервенций, государств иностранных, которые пришли в 2018 году покорять и делить Россию, победить в этом противостоянии. Но победили-то не случайно, надо же помнить, что в условиях вот несколько лет назад, до победы Ленина, Николаю II не удавалось одержать убедительную победу над Германией на фронтах Первой мировой войны. А ведь у России были мощные союзники. Россия была тогда не одинока. А правительство царское, в отличие от правительства Ленина, не было одиноко. Была Британия, была Франция, были мощные союзники. И тем не менее фронт балансировал наступление-отступление, наступление-отступление. И в принципе, конечно, для нас Первая мировая война, это скорее поражение историческое, чем победа, хотя Германия потом и проиграла. В конце концов подписала мирные соглашения, а эти соглашения, их содержание помогло и фашизму зародиться в то же время, иметь успех точнее. Но Ленин-то победил всех, и вчерашних противников по Первой мировой войне, и вчерашних союзников по Первой мировой войне. Только потому, что он был гений, и да и нет, потому что он предлагал гениальный проект, действительно поддержанный и российским народом, а народ победить невозможно, и поддержанный другими народами. И вот в этой советской России французские, британские, итальянские и другие рабочие увидели и свою вторую родину тоже. И они понимали, что ее нужно защитить, в том числе от собственных реакционных правительств. Отсюда вся вот эта деятельность по саботажу, по блокировке иностранных интервенций. Это интереснейший исторический урок, который, когда мы говорим о необходимости изменения школьных программ, мы говорим, что нужно всю историю целиком изучать. Не мистифицировать ее, понимая, что не надо приукрашивать никакие исторические события. Наш народ и так велик. Не надо для того, чтобы показывать его величие, искажать исторические факты. Нужно показать, что над иностранными интервентами правительство Ленина смогло одержать победу, в том числе и благодаря вот этой зарубежной народной поддержке, поддержке трудящихся масс, поддержке западного рабочего класса. Наша победа от этого не меркнет. Наоборот, это урок, благодаря которому мы должны понимать, а как завтра, как послезавтра мы собираемся побеждать. Валентин Иванович, отношение нынешней власти к Октябрьской революции, к Ленину на сегодняшний день, по крайней мере, хорошо известно. С упорством, достойным лучшего применения, на День Победы заколачивают мавзолей. И Владимир Владимирович Путин заявлял, что Ленин заложил мину под историческую Россию. То есть вот этот вот ленинский, советский вариант объединения русского мира им пока не подходит. Но не кажется ли вам, что отношение придется изменить? И именно из-за красных знамен, которые люди поднимают по собственной инициативе. Именно из-за памятников Ленина, которых никто не заставляет их восстанавливать. Они сами это делают по своей инициативе. И тогда, может быть, можно и будет говорить о примирении белых и красных. Помните разговор у Крылова? А мозг колает на слона. Вопрос какой. Чем вот для меня невероятно характерен, кроме образа мышления, который, допустим, у Ленина был, у Маркса, или у того же Гегеля и Аристотеля, да? Но чем характерен Ленин? Ленин не боялся держать рядом с собой на самых высших постах людей, которые в своем профессионализме были выше, чем он. И он их не боялся. Он умел их организовать и повести на решение конкретных задач. Именно поэтому Крыжановский, именно поэтому Гайлро, именно поэтому то, что представить трудно было. А что сегодня происходит? Сегодня приходит кто-то к власти и набирает таких, как он-то в лучшем случае, а то еще менее значимых, чтобы, не дай бог, не сказали слово против. Вы понимаете, система управления, выстроена таким путем, никогда не даст результата. Это раз. Но именно поэтому пигмей всегда будет облаивать того, кто выше него. И это прослеживается. Чем сильнее настроение в обществе левеет, тем сильнее раздается лай в сторону нашего исторического прошлого. Это закономерно. Бояться этого не нужно. Потому что, как говорили, собака лает, а карабан идет. Слушайте, но все-таки, а вот под давлением общего врага не произойдет ли примирение? Я тут одному гражданину противоположных, скажем так, белых патриотических взглядов, я говорил, что с точки зрения Запада, мы с вами одинаковое зло, нас одинаково надо уничтожить. Вы понимаете, какая штука? Общий враг или преодоление определенных ценностей, они когда? Вы вспомните Ленина работу, это партийная организация и партийная литература. Ведь мы даже в своей стране, как говорим, мы все время говорили о народном единстве. А начинать надо было с этой работы. В каждой стране есть две страны. Страна эксплуатирующих и страна тех, кого эксплуатируют. Следовательно, и никогда антагонизм этих двух сторон к единству в условиях эксплуатации привести не может. Поэтому в этом отношении, какие бы враги общие не были, самое главное это некая классовая политическая трудовая солидарность. Вот это тот фон, который растет снизу и сегодня растет довольно динамично и сильно. И он действительно станет то основанием, на которое мы выйдем. Сергей Павлович, а что вы думаете о необходимости власти примиряться как раз с красной идеей? Ведь она прорастает как раз снизу. Я вот вижу на многочисленных видео с СВО, ребята молодые, они родились уже после Советского Союза. А у него или на рукаве флажок советский, или на каске советский флажок. Их же никто не заставляет это делать. Вы знаете, политика нынешней власти и вообще идеология, она очень эклектична. Но надо не забывать, что вся эта эклектика для мимикрии, для прикрытия классовой сущности и классовых интересов. То есть они от евразийцев берут часть идей, от Сталина все больше, но ключевое они не берут. Это руководящая роль коммунистической партии и суть советской власти, этого они не берут. Они берут внешне, как там, красный император. Красный император для них это только лишь, скажем так, персоналистский характер власти. Потому что он очень удобен для нынешней партии власти. Поэтому вот эта вот вся эклектика Мишанина, они играют, набирают, вы смотрите, как они жонглируют. То просто бесполный патриотизм, то русская весна, потом слово русское исчезло, стала крымская весна. Потому что испугались вот этого движения, там Одесская народная республика, Харьковская народная республика, наряду с Донецкой. То есть все крымское, крымское. Да, не лезем, Минским соглашением нет альтернативы. То есть нынешняя власть, она с одной стороны, да, технологично, прагматично, всеядно. Но ключевой классовый характер никуда не девается у нынешней власти. При всех разговорах о поливении, о левом повороте мимикрировать будут. Значит, перерождение возможно лишь только с двух сторон. Внешнее давление и внутреннее давление, которое пытается влиять КПРФ снизу, с народной толщи, заставлять власть изменять свою социально-экономическую политику в интересах большинства. Пока политика в интересах меньшинства, вот этих вот 100 тысяч семей, которые паразитируют на народном достоянии, оставшемся после Советского Союза. Владимир Викторович, ну вот наши противники очень любят говорить, что истории не знают сослагательного наклонения. Но вот если, тем не менее, пофантазировать, а что было бы, если бы тогда гражданскую войну победили белые и стоящие за ними интервенты? Не думаю, что это было бы хорошо для страны. Ну, страны бы не было. Конечно. И здесь надо понимать, что вот сейчас, кстати говоря, специальная военная операция, она позволяет нам проявить некоторые закономерности, которые имели место уже и тогда, но только лучше, потому что мы видим некоторую повторяемость, а закономерность проявляется в повторяемости. Если мы сейчас, например, сравним любое белое правительство с нынешним режимом Украины, то мы найдем столько сходства, что просто в какой-то степени даже удивление берет. Любое из этих правительств, оно было абсолютно ангажировано, независимо от субъективных настроений, кто воевал в рядах белого движения, точно так же, как объективная роль Украины сейчас, совершенно не зависит от субъективных настроений тех, кто воюет на линии фронта. С какими идеями они воюют, за что они воюют, это никого не интересует. Важно, что они воюют. А воюют они только в силу того, что, как уже не раз на Западе было заявлено, прекратим мы им помощь, через две недели, максимум через месяц, Украина капитулирует, воевать будет нечем. С белым движением было точно так же. Если бы ему не оказывалась регулярная помощь, воевать ему было бы просто нечем. У нас бы не было гражданской войны в том виде, в котором она, собственно, была. Потому что большевикам достался центр, где была военная промышленность, где были склады для Первой мировой войны, снаряжений, боеприпасов и всего, что нужно. А у белых этого не было. Поэтому, если бы они нерегулярно не получали то, что они получали, были бы очаговые какие-то вещи, ну, типа того, что там Духонин где-то там с несколькими тысячами человек, какая-нибудь там добровольческая армия образца зимы 18-го года, там 3-4 тысячи человек. Ну и на этом, как говорится, все бы закончилось. Вот. И то, что они держались за счет запада интервентов, они, кстати, хорошо понимали. Вот читаешь мемуаристику, и там видно, когда вот Миллер, да, на севере представлял белое движение, когда стало известно, что англичане и американцы уходят в 19-м году, там по мемуарам четко происходит, все, конец. Значит, пройдет месяц-два, и нам нужно будет уходить. Без них мы не выстоим. Белые воевали под залог страны, у них другого не было. Они либо расплачивали золотым запасом, как Колчак, либо выписывали расписки на шахты, заводы и так далее. Если бы по очечайни большевики, выиграть они не могли, большевики могли теоретически проиграть. Но если бы они проиграли, то, во-первых, была бы вторая реминисценция, белые бы передрались между собой. Потому что это был просто конгломерат, объединяемый антибольшевизмом. Во-вторых, страна была уже разделена на Версальской конференции, на зоны влияния, куда входили как раз интервенты, чтобы застолбить. И дальше они оказались бы в неоплатных долгах, как сейчас будет режим Украины, если от нее что-то сохранится. Вот я подчеркну то, что вы сказали вначале, и мы, наверное, с этим все согласны. Если бы победили тогда белые, России бы просто уже не было. Дмитрий, но важно подчеркнуть, что это не просто версия исторических событий. Это та реальность, которая тогда уже существовала. То есть большевики реальность поменяли. Они не то, что удержали страду, но ее вернули. Страны единой уже не было. Сибирские республики, Кубанские республики, я уж не говорю про национальные, украинские и все остальное. Это уже было данностью. То есть единой страны просто не было. Ее бы и не было, если белые победили. А большевики ее воссоздали. Не сохранили, это важно, а воссоздали. Ее уже не было. И вот как раз отсюда последний вопрос, заключительный вопрос нашей программы. Дмитрий Георгиевич, что пожелаете нашим телезрителям в этот замечательный, великий день? Во-первых, поздравляю с большим праздником. Искренне кланяюсь всем тем, кто сохранил глубокое уважение к этой дате. Многие семьи по-прежнему будут праздновать эту дату. Многие придут на те митинги, демонстрации, встречи, торжественные собрания, которые проведут организации Коммунистической партии Российской Федерации. Я считаю, что в наших рядах много истинных героев, которые по-настоящему следуют большевистским принципам. Среди более ста человек, которые погибли в зоне специальной военной операции, о чем, к сожалению, мы знаем уже точно. Многие ребята ушли добровольцами. Горько, что мы их не встретим уже. Они не приедут больше на наши партийные форумы в Москву. Они не приедут теперь уже в качестве наставников. Мы могли бы в Центр политической учебы, ЦК КПРФ, который они когда-то заканчивали. Они не придут к вам сюда, на эту программу и не расскажут о своей личной позиции. Но это те люди, которые отдали свои жизни не за вот эти сотни, десятки семей, как угодно хотите считать, самых богатых. Которые понимают, что для настоящего коммуниста фашизм в любой форме это абсолютное зло. Но этот фашизм должен быть уничтожен. И ради этого ты можешь блокироваться самыми разными силами. Более прогрессивными, менее прогрессивными. Но фашизм это абсолютное зло и он должен быть уничтожен. А нашим оппонентам я хочу пожелать, которые, может быть, не очень захотят праздновать этот день, день Великой Октябрьской социалистической революции, одну вещь, отталкиваясь от вашей же мысли, Дмитрий. Для Запада, да, мы все одинаково враги и все одинаково неприемлемы. И те, кто искренне выступает с позиции белого патриотизма, и те, кто выступает с позиции советского красного патриотизма. Но разница все-таки есть. Победа теоретическая белого патриотизма означает для Запада некую локальную угрозу. Вот вы там победили у себя в России, мы вас забором обнесем и ничего, исправимся. А красный патриотизм для них неприемлем вовсе, потому что победа советского патриотизма, возвращение России на путь социалистического развития, это означает, что мы, российские коммунисты, опять придем к ним, на их территорию и будем действовать не только здесь под Москвой и не только под Харьковом, мы будем действовать там, под Вашингтоном, в Нью-Йорке и так далее. Потому что это целостное движение. Движение за социализм, это планетарное движение, но начало этому движению, его успехом точнее, положила Великая Октябрьская социалистическая революция. И все настоящие коммунисты об этом помнят, в том числе в Китайской Народной Республике, самом успешном государстве современного мира. Дорогие друзья и особенно товарищи, от всей души, от всего коллектива нашего канала я поздравляю всех с этим замечательным праздником. С днем Великой Октябрьской социалистической революции. А с Вами была программа «Точка зрения» и я и ведущий Дмитрий Аграновский. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин